Я с ним ни разу в самоволку не ходил, К избушке той, что притаилась у оврага. Товарищ мой мне очень часто говорил, Мол, ты салага, мол, ты салага, А я салагой не был никогда. Я выполнял все ворошиловские нормы, Я бил в десяточку фанерного врага Из трёх линейки и орудий дальнобойных. Амара-Джинчо, амара-Джинчо, милая моя, Воевать на фронт уходим, жди меня. Амара-Джинчо, амара-Джинчо, милая моя, Воевать на фронт пойду я, жди меня. Здравствуйте, люди добрые, вы находитесь на канале Голос Правды. Спасибо Гарику Сукачёву за великолепную песню. Я думаю, когда мы будем воевать, в том числе и с Китаем, эта песня нам пригодится. Будет поднимать наш боевой дух. Друзья, а сегодня я хочу поговорить о будущем царе. Многие религиозные общины во всём мире ждут прихода царя. И, друзья, евреи, так скажем, не евреи, масоны ждут прихода Машиаха, который всех гоев, так скажем, не евреев сделает их рабами. А нормальные народы мира, да, они ждут, что придёт царь, который освободит их как раз от долгов, от рабства и сделает их свободными, поведёт их к Богу. Как говорится, каждому своё. Друзья, пересмотрел протесты 23 января. Я до сих пор не мог понять, почему людей согнали на эти митинги, протесты, прогулки. Вот только сегодня ночью до меня всё-таки дошло. Я постоянно размышлял об этом. Ну, и, как говорится, Бог даёт просветление людям, которые о чём-то размышляют и верят в Бога. Друзья, я понял, для чего людей согнали. Очень многие протестующие, мне кажется, во всех городах России кричали «Долой царя», кроме всего прочего. Ну, кроме того, что там «Путин вор» они кричали, «Пять минут на сборы», «Журики и воры», «Свободу политзаключённым» и так далее. Это нормальные лозунги. Я это всё понимаю. Но почему люди кричали «Долой царя»? «Долой царя»! Друзья, я посмотрел эти кадры, я сперва не понял. Потом лишь до меня дошло всё-таки. Какой к чёртовой матери царь? А россияне уже более ста лет не видели царя в глаза Знаете, моя бабушка, одна из моих бабушек, родилась в 1922 году При советах Моя прабабушка, одна из прабабушек, родилась в 1916 году То есть за два года до убийства всей царской семьи Какой к чертовой матери царь Люди кричат на полном серьезе долой царя Кто из вас считает Вову Путина царем? Поднимите пожалуйста руку, ногу, я там не знаю Никто его не считает Может быть он сам себя считает царем Президентом межгалактической вселенной и так далее Никто его не считает царем Зачем вы тогда кричите долой царя? Друзья, а вот если немножко поглубже копнуть, как говорится Начинать разбираться, становится понятно Для чего вот все эти митинги, прогулки, шествия, акции Друзья, есть так называемая молитва по соглашению Можете посмотреть видео Как раз священника из Татарстана В городе Болгаром проживает Владимир Головин Вот он говорит, что есть молитва по соглашению Когда люди объединяются Молятся в определенное время все вместе И просят Бога о том, что им необходимо Вот понимаете, вот эти вот кричалки Долой царя, это по сути антимолитва Богу Это послание Богу, что нам не надо царя Нам нужны Путины, Медведевы, Шеломовы, Менделей И прочие проходимцы Нам не надо царя Нам не надо ни царя на престоле, ни царя в голове Мы должны быть, как стадо баранов Послушное Нам что говорят, мы то и кричим Даже не задумываемся Еще раз говорю, друзья Постоянно размышляйте Смотрите кругом, что К чему нас подталкивают Кругом вот эти вот масоны В свое время тоже, вот помните До Нового года был захват ОМОНом Среднеуральского женского монастыря Такого позора Россия еще не знала Но я думаю, и такого больше никогда не будет впредь Этот позор был сравнен к какому-то пиратскому налету Не зря сравнил вот этот вот захват Среднеуральского женского монастыря С налетом пирата Генри Моргана На один из испанских городов Очень похоже Но, друзья, там какой смысл был? Бывший схиегумен Сергий Он, по сути, призывал к крестному ходу За будущего царя За царя умершего Ходили крестным ходом За царя Николая Кстати, признанного святым Причем даже РПЦ РПЦ признала, что царь Николай Это святой Я уже не говорю про, так скажем, истинные церкви Все признают, что царь Николай святой Кроме того, друзья, обратите внимание Что правой рукой пресс-секретарем Бывшего схиегумена Сергия Был некий Всеволод Могучев Недавно я нашел видео На котором Всеволод Могучев Открытым текстом говорит, что он масон И что масонство не противоречит православию Вы можете посмотреть это видео Вот по этой ссылочке Пожалуйста, посмотрите Всеволод Могучев Прямо говорит, что я масон А напомню вам, друзья Что масоны ждут не царя Они ждут Машиаха Тоже своего рода царь Да, но это, по сути, антихрист Который всех людей превратит в рабов Ну, кроме избранных масонов Я не знаю, евреев У них свои, короче, понятия У нас свои Пусть они там за своего молятся Машиаха А мы будем молиться за царя Друзья, я предлагаю Короче говоря, всем Каждый день Восемь часов вечера Где бы вы ни жили В России В Украине В Белоруссии В Казахстане Хоть на Ямайке, как говорится Всем молиться За грядущего Православного Русского царя Который освободит Все народы От власти Вот этих масонов И еще одна Интересная мысль, друзья Почитал Одного пермского Политолога Он говорит о том, что В Перми Ну, я живу в Перми Да В этом большом городе Напомню, что Около миллиона жителей На данный момент Сейчас в Перми проживают Были арестованы Десятки А то и сотни людей И они То есть Они до вчерашнего дня Продолжали Многие находиться В отделениях полиции Им была Оказана Юридическая помощь Апология протеста По-моему И еще несколько Организаций Ни Ни одного Юриста Так скажем От организации Алексея Навального Фонд борьбы с коррупцией Не было В отделениях полиции Почему-то Никого не было То есть Это получается Как, друзья Вас Как стадо Баранов Прошу прощения Конечно Но вот У меня Других слов Нет Как стадо Баранов Вас Выгнали На улице Причем В мороз Обратите внимание Еще вот Сама природа Бог Как будто Вам говорит В мороз Сиди дома Отморозишь себе Нос Зад И прочие места А вы Все равно Претесь Туда Кричите Долой Царя Еще раз Говорю У нас Царя Нет Сейчас Больше Ста лет Мы уже Царя В глаза Не видели А вы Кричите Долой Царя Всякую Чушь Вам что Не скажут Вы то И кричите Как стадо Баранов Вы кричите Это И вам Никакой Помощи Юридической За это Не будет Вы будете Сами За это Отвечать Вот Один Из моих Товарищей Да В Казани Живет Алексей Кстати Алексей Привет Вот он Все время Как говорил Вот Меня Говорит Напрягает Когда Нас К чему-то Подталкивают Призывают Но потом Нам никакой Помощи Не оказывается Ребята Если вы Штаб Навального Людей Выгнали На улицу Вы обязаны Оказывать Им помощь То есть Там Какие-то Громкие Скандалы Там Якобы Навальный Там 500 Миллионов Украл Или там Миллиард Сейчас Сейчас Говорят Ну хорошо Деньги Вам собрали Как говорится Народ Вы окажите Народу Тогда Юридическую Помощь Наймите Адвокатов Заранее Юристов Почему Этого Не было Сделано Да потому Что им Плевать На народ С высокой Колокольни Или Синагоги Я не знаю Откуда Им там Плевать Вот друзья Такие Невеселые Выводы А царь Будет Грядущий Царь Он будет За него Только Надо Молиться За него И за Его Царицу Я Лично Каждый Вечер Восемь Часов Вечера Буду Молиться За Грядущего Царя И его Царицу Друзья Всем Спасибо За Внимание Ставьте Лайки Если Вы Считаете Так же Поддержите Мой Канал Друзья Я Никаких Денег За то Что я Говорю Правду Не Получаю Мне Хочется Получить От вас Поддержку Либо Дизлайки Если Вы Как Говорится Против Грядущего Царя Если Вы Считаете Что Надо Кричать Долой Царя До Свидания С вами Был Олег Бурылов Ваш Голос Правды